Звезды, конечно, уже изголодались по премьерам и светским выходам, но баловать публику слишком часто пока не готовы. Например, на премьеру фильма «Канё-горбунок» Паулина Андреева так и не приехала. Хотя не так давно знаменитость признавалась, что сыграть царь-девицу из любимой сказки для неё было мечтой. Кого на премьере уж точно не могло быть, так это Михаила Ефремова. Ещё до всего этого безобразия в жизни актёра он успел сыграть царя-батюшку в мультике о том, как преодолевать трудности. Но свои преодолеть не смог. Отбывает наказание в тюрьме и наверняка скучает по звёздным выходам. Фанаты не особо-то надеялись увидеть и Павла Деревянко с семьёй в полном составе. Тем более, что не так давно возлюбленные отдали честь свободным отношениям и просто развелись. Но экс-семья поддержала своего горбунка на премьере. Да у меня нормальные эмоции. Сегодня придёт сюда вся моя семья, мы в прекрасных отношениях. Мы только что, ну как бы, не спим вместе с женой. А так у нас всё то же самое. Вместе воспитываем детей, дружим. Я участвую в их воспитании, ну и во всём, во всём. Антон Шагин, Иванушка, собственной персоны, на красную дорожку привёл семью. Они – его настоящая удача по жизни. И если в кино проблемы создаёт и решает конё-горбунок, он же Павел Деревянко, то в жизни свои ангелы-хранители. А вы знаете, у нас у каждого есть ангел-хранители. Иногда мне кажется, что у меня их два. Каждому я хотел пожелать такого ангела-хранителя. Но и о своих ангел-хранителях не забывайте. И не надо всё оставлять на сказочных персонажей. Нам надо самим работать в первую очередь над собой. Среди гостей были замечены и певица Зара с сыном, и Мария Кожебникова с тремя своими мальчишками и многие другие. Вообще неудивительно, бюджет картины – более 600 миллионов рублей. И интерес к коньку разыгрался ещё в августе, когда был опубликован первый трейлер.